Сегодня в управлении МВД по Крачао-Черкесии сотрудники полиции провели брифинг по вопросам профилактики правонарушений преступлений, совершаемых водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. На встрече с журналистами выступили сотрудники отдела дознания уголовно-исправительной системы и специалисты наркологического диспансера. Подробности расскажет Мураджен Кёзов. Только за пять месяцев текущего года в республике произошло 148 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 22 человека, 207 ранены. Это меньше, чем в прошлом году, примерно на 15%. За это же время подразделениями госавтоинспекции возбуждено 684 дела в отношении лиц, управлявших автотранспортом с признаками опьянения. Среди них много тех, кто повторно сел за руль пьяным, будучи уже лишенным водительского удостоверения. За указанный период сотрудниками госавтоинспекции выявлено 244 факта управления транспортными средствами, лицами в действиях которых усматривались признаки состава преступления, предусмотренные статьей 264 прим. 1 УК РФ, так называемые повторники. Вместе с тем сотрудниками госавтоинспекции задержано 5 лиц, которые в текущем году совершили подобного рода деяния неоднократно. По три раза каждый. Вождение в пьяном виде – одно из наиболее серьезных нарушений, допускаемых водителями. Каждый, кто использует автомобиль, должен четко определить для себя, что вождение в нетрезвом виде запрещено. А тем более, если правонарушение повторяется, то оно уголовно наказуемо. На практике суда милициям, совершившим преступление впервые, чаще всего назначается наказание в виде обязательных работ на различные сроки, с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Лицам, осужденным во второй раз за данное преступление, назначается лишение свободы условно с испытательным сроком. В третий раз – это обычно уже реальное лишение свободы с отгыванием наказания в колонии и поселении. В июне текущего года, по состоянию на 21 число, зарегистрировано уже 244 факта возложенных уголовных дел. Это на 25% выше показателей прошлого года. Еще один бич современного общества – наркотики. Специалисты предупреждают, нельзя употреблять за рулем даже самое малое количество психотропных веществ. То, что касается употребления наркотических и психоактивных веществ, здесь вообще однозначно нет, потому что тут все вместе, что с алкоголем, кроме всего прочего, любое наркотическое или психоактивное вещество, оно, возможно, вызывает слуховые или зрительные галлюцинации. То есть, опять же, контролировать ситуацию в этом состоянии человек не может. Поэтому, то, что касается употребления алкоголя и психоактивных наркотических веществ, за рулем это, естественно, недопустимо. Участники брифинга призвали граждане оставаться равнодушными и сообщать в полицию обо всех фактах правонарушений, свидетелями которых они стали, в особенности о водителях, находящихся за рулем в состоянии опьянения. Мурат Ченкьюзов, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкисия.